Село Борилово, Болховского района. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои. Советские воины сражались за свободу и независимость своей родины, за свою семью, за свой дом. И вот спустя 76 лет их дети и внуки также воюют. Воюют, правда, не с фашистскими захватчиками, а с российскими чиновниками. И битву эту они пока, к сожалению, проигрывают. Но надежды не теряют. Грех бы жаловаться, сетуют те, кто проживает в Борилово на улице Никольской. В селе дороги хорошие, газ есть, только вот не у нас. Где дороги асфальтированы, где дороги у нас щебенкой засыпаны, а именно на нашей улице никто не делает и никто не думает делать так, как не хватает денег до наших домов. На наших домах не хватает денег. Это постоянно, у нас отголоски постоянно, мы остаемся в стороне. Расстояние чуть меньше километра. Но пользоваться этой грунтовкой можно только в сухую погоду. Если дожди, пиши пропало. Как полярники на льдине, совсем не смеются местные. У меня, когда схватки начались, скорая не поехала. И я переходила по этому переходу, по которому невозможно пройти. Пока дошла до скорой, у меня уже звездочки в глазах полились. А администрации до этого нет дела. Всего шесть домов, 20 человек. Капля в масштабах страны. Ну и что из того, что большая часть из них старики и инвалиды. Тем более в местной газете «Болховский курант» еще в 2017 году писали, что дорога будет сделана. А ВОЗ и ныне там. Если же скорая все-таки приезжает к жителям улицы Никольской, то она останавливается на асфальтированной дороге. Добраться до нее можно, если перейти реку вот по этому деревянному мостку. Занятие-то, правда, даже для взрослого здорового человека весьма рискованное и опасное. Что уж говорить о стариках. Но другого выхода у них нет. А кто сейчас о стариках думает, продолжают рассказ Бориловцы с улицы Никольской. Будь оно по-другому, то не возили бы мы стариков на санках до скорой. Дедушка прошлый год первую игру поняла. Совсем он не видел, слепой был. И вот и не скорая помощь не проехала. И мы его возили на салазках зимою. А вы представляете, как это на салазках старого человека вечно. Что же до газа, то лет 6-7 назад пообещали здесь его провести. Сначала за 40 тысяч, потом за 150, а потом и вовсе за 300. С тех пор о газе здесь не вспоминают. Через некоторое время 540 с каждого дома. Но мы отказались. Ну что, согласитесь, такие деньги. А может, я даже подохну. Вот. И по сих пор все будет вам газ и будет как таковы. И ничего у нас нет. А теперь самое непонятное в этой истории. Как нам пояснили в администрации Болховского района, часть улицы Никольской находится не в селе Борилово, а, внимание, в деревне Грачевка. Пространственный географический парадокс. А в документах жителей нет ни слова ни про какую Грачевку. Они проживают в селе Борилово на улице Никольской. Но тем не менее. Это совершенно, это нет. Это вынос. Это другая деревня за Борилово. Улица, говорю, хутор, как у них назывался, Грачевка. Нет, до них не планируется делать. Планировали по улице Никольской делать. Мы планировали, мы пытаемся ее сделать. Насколько средств есть, настолько мы как бы выше на голову не прыгнем. У этих людей там есть бетонка другая, как бы, улица. Летом она, как бы, весной и осенью. Она еще в лучшем состоянии, нежели по улице Никольской. А зимой мы им чистим через улицу Никольскую. Сейчас жильцы этих крайних домов подготовили сразу несколько обращений в администрацию района, прокуратуру, губернатору области и президенту. В надежде, что откуда-нибудь помощь им придет. Олег Рудаков, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.